А теперь дополнительно поговорим еще об одном моменте, касающемся территории Кабарды. Теперь поговорим о том, откуда взялись черкесы с племени Тимирвой по имени Джеймс Пэдди и кабардинец, которого звали Эндрю Хантер. Да, действительно, очень оригинально звучит, то есть черкес-адык, которого зовут Джеймс Пэдди или не менее оригинально Эндрю Хантер. Ну, видимо, мало кто знает, что такое было, поэтому, продолжая, ну, по сути, завершая наш рассказ о мирных черкесах, кабардинцах и соседственных им Абазинах, мы упомянем еще вот об этом историческом факте. Где это все происходило? Есть такой курортный поселок Иноземцево под Пятигорском. Ну, и уже по его названию понятно, что там что-то было интересное, связанное с какими-то там иноземцами. Да, действительно, в начале 19 века на этом месте жили шотландские христианские миссионеры. Вот об этом и пойдет речь. Ну, сразу скажем, что вот об этой шотландской миссии много кто писал. Там есть ли там десятки, а может даже сотни современников. Но всем было интересно, приезжают люди на эти кавказские воды, со всей России что-то ехали, водяное общество знаменитое, читаем герои нашего времени Лермонтова, например, да. Вот, и тут, на те вам шотландцы живут, да. И самое главное, пиво английское варят, и можно там съездить из Пятигорска пивка попить английского по соседству. И кофе его еще вкусят. Да, да, да. Вот, то есть, конечно же, об этом таком историческом факте писали многие путешественники русские, военные, ученые, знаменитые кавказоведы, кто только не писал. А относительно недавно, в 2012 году, по-моему, состоялись даже такие караские научные чтения, посвященные как раз вот юбилею основания вот этого поселка Иноземцево. Ну, сейчас он расположен в черте города Железноводска, но он стоит на месте вот этой бывшей колонии. Вот, кстати, Пятигорский исследователь Лидия Краснокутская даже, ну, диссертацию защитила по этой теме. Называлась это «История шотландской миссии на Северном Кавказе в 1802-1835 годах». Ну, книгу издала, отдельную монографию об этом. Ну, может быть, если кому-то будет интересно, пожалуйста, подробности там. Смотрите в описании к ролику. Ну, так вот, с чего все начиналось. То есть, было такое на свете Эдинбургское библейское общество, которое своих миссионеров послало на Кавказскую линию в 1802 году. У них, кстати, на руках была грамота от императора Александра I о том, что им разрешается поселиться на вечные времена, ну, здесь, на Кавказе, с целью распространения трудолюбия, ремесла и христианства среди горских народов магометанского и языческого исповедания. Вот, да. То есть, ну, разделение тоже было. Ну, прибыли они на Кавказ, ну, получается, на Центральное Предкавказье. Поселили их на восточном склоне горы Бештау. Вот, сперва, как бы, у них не было своего поселения. Там стоял татарский аул. Как раз он и назывался Карас. Вот, то есть, они, как бы, на правах гостей. Вот, в кунацких, видимо, каких-нибудь там гостевых домах поселились на первое время вот в этом татарском ауле. Вот, ну, начали там обживаться, осмаиваться, осматриваться, что тут да как. Потому что, говоря откровенно, видимо, прибыв сюда, они, ну, вряд ли имели какое-то, ну, нормальное вообще сведение о Кавказе. Вот, все для них было достаточно туманно. Главой миссии, кстати, был человек по имени Генри Брунтон. Он был главой миссии и до этого проповедовал в Африке, в Сьерра-Леоне. И вот он там жил, был, изучил местный язык, составил для аборигенов азбуку первую, ну, естественно, Библию перевел. И можно сказать, что его африканская миссия была достаточно успешной. И вот на этой волне, то есть, ему там удалось вон там крестить и вот это слово Христово принести жителям Африки, значит, Эдинбургское общество решает отправить миссию на Кавказ. То есть, ну, получается, на другой конец света, чтобы тем же самым миссионерской деятельностью там они занялись. Занялись. Ну, первые два года они жили, как мы уже сказали, вот в этом татарском ауле на правах гостей. Вот, потом получили землю, ну, и постепенно уже там семьи перевезли, обстроились, освоились и зажили свои отдельные колонии. Кстати, что интересно, среди прибывших, ну, людей, вот, ну, как бы, следом, да, был чернокожий юноша по имени Лоран. Ну, то есть, крещеный, естественно, воспитанный Брунтоном Генри, он его из Африки привез. Ну, и как вы думаете, как его, видимо, кабардинцы и соседние татары воспринимали? Ну, видимо, как человек из преисподней, да? Хотя, хотя, подождите, а как живут абхазские негры, да? То есть, о них тоже можно вспомнить, но, с другой стороны, Абхазия очень далеко была. И вряд ли все-таки жившие в Пятигории кабардинцы и нагайцы, ну, видели хоть раз в жизни живого негра. Так что, видимо, он все-таки в них какой-то определенный ужас вселял. Хотя у Абхазов, наверное, первое время тоже. Да, 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 да. Вот, но, тем не менее, что еще? Вот, значит, они занимались миссионерской деятельностью. Но мы упомянули, что там что-то на дему пива, кофе. Вот, кроме этого, ну, среди местных племен они распространяли, конечно, христианство. Но они еще занимались там плотницким делом, столярным, кузнечным, гончарным, там, хлебопекарным. Булочки же кофе нужны. Вот, типографским, портновским, ткацким. Ну, то есть, все они это делали. Ну, и на радость водяному обществу, конечно же, варили настоящее английское пиво. Ну, собственно, вот о чем мы уже сказали. Чего сейчас не найдешь в Пятигорске. Да. Но, тем не менее, все-таки слово Христова. Итак, для его проповеди, кстати, они регулярно посещали соседние кабардинские аулы. Вот, а как вот это слово Христово нести-то? На словах сложно. Нужно еще и книги какие-то, да. Поэтому они буквально, вот раз они основали типографию, печатали тысячи различных религиозных христианских книг, которые вот они щедро раздавали местному населению. Один из шотландцев по имени Джон Митчелл был как раз заведующим этой типографии. И заодно он что делал? Он переводил. Он, например, Библию перевел на местный диалект ногайского языка. Ну, чтобы понятнее это все было населить. Или даже вот они какие-то там писали, как они это называли, дружественное послание к мусульманам. И раздавали местным горцам Евангелие на арабском, ну, то есть на арабской графике Евангелие. То есть они старались как-то учитывать вот эту вот местную культурную специфику своей миссионерской деятельности. Кстати, еще из Караса шотландцы отправили миссионеров в Ингушетию. Даже туда. Ну, вот один из них, Георг Блай, по поручению Кавказского отделения русского библейского общества тоже, которое взаимодействовало с шотландцами, он там работал. Причем надо сказать, что доверие ингушей он завоевал. То есть нормально все было. Он их язык изучил, составил и издал им азбуку на основе латинской графики. Но потом просто вот эта деятельность дальше не пошла, потому что все-таки в чеченских и ингушских землях было, мягко говоря, неспокойно. Вот, миссионера отозвали обратно в Карас. То есть вот эта ингушская миссионерская деятельность, она завершилась. Кстати, вот вспомнил, ведь получается, если я ничего не путаю, самый древний христианский храм, Тхаберды, по-моему, он называется, стоит в Ингушетии. Из вот построенных, из сохранившихся на территории России древнейших построек христианских, этот Тхаберды храм в Ингушетии, так что вот, как говорится, какие-то отзвуки той веры, ну, подзабытой уже ингушами, наверное, он как-то успел вот зацепить в их душах. Да. Ну, кроме проповедей, кроме миссионерской деятельности и раздачи книг, естественно, бесплатно, шотландские миссионеры выкупали из рабства горских невольников и принимали детей-сирот, ну, то есть маленьких совсем, которых воспитывали в семьях, ну, в шотландских семьях, их раздавали на воспитание и обучали в школе, ну, открытой в Карасе. Причем вот эта задача миссии была прописана царскими властями, что вот в той грамоте, которую им дали, что вы обязаны, вы это должны делать, и причем даже вот четко прописывалось, что разрешается выкупать невольников за 200 рублей серебром каждого. Ну, по тем временам-то очень большие деньги. Если честно, и за меньшую сумму, в принципе, можно было бы купать людей, ну, это, видимо, был он как бы, ну, потолок определенный показан, да, что вот за 200 рублей серебром, вот до этой суммы, пожалуйста, выкупайте людей. Этих детей воспитывали до, ну, условно совершеннолетия, только вот вопрос, когда наступало совершеннолетие, тогда это было, ну, понятие достаточно относительное, то ли когда он женится, то ли еще как там когда-нибудь. Поэтому было прописано так, что 23 года, вот как исполняется этому воспитаннику, они все, они его должны уже к этому времени обеспечить жильем, инвентарем, имуществом, то есть дать ему возможность для самостоятельной жизни. Ну, деньги на это присылали из Эдинбурга, из Шотландии, то есть воспитанник потом уже, ну, обеспеченный всем, должен был жить самостоятельно. Ну, и получается, за это время, пока, ну, миссия работала, ну, сколько ж примерно они таких вот людей выкупили. Сложно, вот, ну, сказать точную цифру. Скажем примерно, что где-то, ну, 30 человек, ну, больше 30 человек точно они выкупили, потому что документ один сохранился, правда, за 1817 год. И вот в этом документе, в отчете было приложение, и называлось это так. Список местных жителей, выкупленных из рабства, их возраст и племена, которым они принадлежат. Ну, и судя по вот датам, которые в этом списке проставлены, ну, там, то есть, ну, кто жил, кто умер, ну, скорее всего, вот, сохранившаяся часть вот этого списка, этих отчетов, которые дошли, это где-то 1806-1808 года, ну, или что-то вот около этого, да. Ну, так вот, кто в этом списке был? Подавляющее количество кабардинцев. То есть, в основном, они, значит, выкупали кабардинских черкесов, хотя есть и осетины. Ну, правда, к сожалению, имен данным при рождении этим людям не приводится. То есть, там написаны только те имена, которые дали им при крещении. Вот. Их нарекали, кстати, по фамилиям и именам директоров и меценатов Егенбургского библейского общества. Вот откуда взялись, например, Эндрю Хантер или Джеймс Педди. Да. Вот. Поэтому, ну, наверное, мы никогда уже не узнаем, как, например, этот Джеймс Педди назывался мальчик черкес при рождении. Как раз вот, ну, раз мы его упомянули, вот он, черкесский мальчик с таким именем, был упомянут в этом списке. То есть, его выкупили шотландцы. И, кстати, ну, крещен он был, жил, был, вырос, женился на немки, потому что в этом карасе со временем стали еще и жить немцы-полоски. Да, то есть, ну, чуть-чуть попозже об этом. Вот. И он дал начало вот этому роду Педди, то есть, дальше. И, как вот сейчас исследователи Пятигорские говорят, что потомки и сейчас живут в Иноземцево. Ну, правда, фамилия там поменялась, но, тем не менее, они есть, они никуда не делись. То есть, потомки вот этого мальчика черкеса по имени Джеймс, по идее. Кстати, можно предположить Педисов, например. Ну, как говорится, Пуркоапа. Почему бы и нет, как говорят французы. Кроме него в списке упоминаются кто? Ну, например, мужчины. Авраам Орен. 18 лет, крещен, написано. Уолтер или Аарон Буканан. 23 года крещен. Ну, вот эта вот страсть к старозаветным библейским, ветхозаветным именам. Вот как у этих протестантов в Америке было. Сара, Ревека, Авраам, Моисей. Ну, наверное, что-то вот на эту тему. Что они вот именно такие имена старались давать. Или Эндрю Хантер, ну, вот упоминали, 23 года, крещен. Джон Аберкеромби. Аберкромби. 16 лет мальчик. Джон Грифф, тоже 16 лет мальчик. Джон Стилл, 16 лет. Джон Мортлох. Мортлох, вот шотландская, да, Мортлох, да, шотландская фамилия. Вот, 14 лет мальчик черкес. Эндрю Скфирвинг Хей, 13 лет, ну и так далее. Женщины тоже. Тезада, 17 лет крещена. Хас, 49 лет крещеная. А вот тут, кстати, имена-то, ну, горские сперва, да. Малек Хан, 45 лет крещеная. Анна, 17 лет. Нелли, 14 лет. Мэри, тоже 14 лет. И девочка Вьюдж, 3 года. Ну, тут надо заметить, имена остались в основном в возрасте. Ну, да, наверное, они не сильно хотели менять имя. Ну, прожил всю жизнь, звали ее там Малек Хан, а тут, знаете, вот, видите ли, там, будет она Сара или Релекка. Ну, как-то, видимо, да. Маленьким детям это все ложилось на голову, ну, проще, да. Кстати, там и другие сведения были в этом документе, там всякие приписки были, например, что из упомянутых выше Маргарет Дэвидсон, ну, правда, она была Дегорка, или Джин, тоже Дегорка, жена господина Фрезера. Вот, и в этой приписке еще есть Тезада Кабардинка, первая жена мистера Джеймса Гэллоуэя. Они умерли несколько лет назад и, наверное, попали на небеса. То есть, и о умерших тоже в списке сведения есть. И получается, вот Тезада Кабардинка, вышедшая замуж за вот этого Джеймса Гэллоуэя, ну, она уже на момент составления списка, к сожалению, умерла. Наверное, попали. Наверное, попали на небеса. Ну, сейчас, кстати, вот об этом будет. Дальше в списке упомянуто, что Джон Томас Дэвидсон после смерти Дегорки Маргарет женился на Малекхан и уехал. А Олтора, ну, или Аарона Буканану почти в то же время похитили кабардинцев. Обратно утянули его вот к себе, да, получается. То есть, мальчик как бы из среды ушел и обратно вернули его насильно. Ну, и естественно, что все эти трое уже в миссии не жили и не возвращались. Кроме того, Джеймс Педди, кстати, этот мальчик как раз Тимир Гой был, Эндрю Хантер, София Чеченко и Мэри находятся в Астрахани с мистером Митчеллом и мистером Диксоном. Ну, по каким-то делам, наверное. А Олтор Буканан, Джон Грифф и Анна в Оренбург уехали с мистером Фрезером и мистером Макальпином. А вот все остальные по-прежнему живут в Карасе. Ну, а дополнительно о кабардинцах сообщается, что Беллена и Вьюдж умерли в 1806 году, Бейзил Вуд покинул миссию в 1807 году, а Авраам Орен в 1809. Кстати, этот приведенный список был опубликован достаточно давно, это известный кабардинский историк Рашид Туганов, в свое время учредитель краеведческого журнала «Живая старина». Так вот, еще в 1991 году он в соавторстве опубликовал статью, которая называется «Шотландская миссия в Кабарде». Вот еще он этот список в оборот научный пустил. И, кстати, вот еще один интересный отрывок из этого отчета. Ну, мы не знаем, кто писал, но тем не менее, слова. Нам хотелось бы подробнее остановиться на трех местных жителях, чей интерес к священному писанию вселял в наши сердца особенные надежды. Ну, к сожалению, их уже нет с нами. В ноябре 1809 года в Карасе распространили сильные слухи о скором приближении неприятеля, подхода которого ждали со дня на день. Опасая за жизнь своей супруги, мистер Гэллоуи решил отвезти миссис Гэллоуи в Константиногорск. Ну, это Пятигорск современный, там была вот эта Константиногорская крепость. Ну, потом город Пятигорск. Однако, добравшись туда, он не сумел попасть в крепость и был вынужден в тот же самый день вернуться в Карас. Погода была холодной, поездка тяжелой. К тому же миссис Гэллоуи всего месяц назад родила ребенка. В итоге она сильно простудилась и скончалась три дня спустя. Ну, видимо, обычная простуда, температура высокая, то, что сейчас лечится, просто сбил температуру, жар снял и все. А тут, к сожалению. Так вот, миссис Гэллоуи, то есть Тезада, вот та самая, упоминали, она была кабардинкой, выкупленной из рабства. И когда вот это все происходит, ну, ее трагическая смерть, ей уже было 18 лет, и задолго до замужества она крестилась. Ну, то есть, получается, где-то лет 16 она попала в шотландскую миссию. Вот, ну, пару лет прожила. После замужества миссис Гэллоуи стала примерной христианкой и редко пропускала утренние и вечерние службы в церкви миссии. В ночь на канюне смерти жены мистер Гэллоуи долго беседовал с ней о религии. Но, к сожалению, она так ослабла, что не могла говорить и только, ну, изредка ему отвечала. Примерно за час до ее кончины мистер Гэллоуи спросил, а боишься ли ты смерти? На это миссис Гэллоуи ответила, нет, не боюсь. Почему я должна бояться смерти? Ведь Иисус друг всех грешников. Такой вот, ну, такой подход, такой интересный, да? Кончина миссис Гэллоуи написала нам в одном из своих писем, ну, один из шотландцев, большая потеря, ну, не только для мужа мистера Гэллоуи и их ребенка, но и для всей миссии в Карасе, поскольку она была не только ревностной христианкой, но и прекрасно знала татарский и кабардинский языки. Ну, то есть, получается, вот приехала миссия в кабардинский аул, например, или ногайский, а вот эта кабардинка, ну, рассказывает, объясняет, ну, переводчиком является для миссионеров шотландских. Ну, вот такая история. Ну, правда, скажем откровенно, шотландская христианская миссия, она все-таки была обречена на провал. Что, в принципе, так оно и случилось. Ну, в первую очередь, это языковой барьер. Даже при том, что, ну, миссионеры старались учить язык, ну, там, совершенствовали свое знание местных языков, ну, видимо, все-таки это было сложно освоить им, да. Ну, тем более, ну, представьте, это люди из Европы, то есть, со своим вот этим, ну, европейским менталитетом, уже 19-й век, там, эпоха просвещения уже прошла, все эти идеи социальные. Тут они начинают общаться с кавказцами, которым все эти постулаты, все эти европейские ценности, мягко говоря, непонятно. Вот. Ну, то есть, видимо, время еще не пришло для таких моментов, то есть, поэтому ни с помощью просвещения, ни посредством воспитания, деятельность миссии, ну, не привела к положительному результату. Тем более, что, вот, выкупая пленников и детей, миссионеры, они предполагали, как? Вот мы их воспитываем в христианских традициях, а потом эти выросшие юноши и девушки, там, 23 года, самостоятельная жизнь, они должны были быть миссионерами уже дальше, они должны были, там, в горы, может быть, идти, там, путешествовать, христианскую религию продвигать среди своих единоплеменников, но из этого ничего не вышло. Ну, хотя бы потому, что такие планы местными черкесами, ну, они враждебно были восприняты, то есть, они, как бы, ничего этого не хотели. В конце концов, колония стала подвергаться нападениям, грабежам, российское командование выделяло постоянную охрану, то есть, казаков, солдат, то есть, они круглосуточно там находились, дежурили, там, стояли на постой в этой миссии, охраняли ее. Ну, в конце концов, это допекло миссионеров, и они решили покинуть это опасное место. Уехали, ну, часть уехала в Астрахань, часть уехала в Оренбург, кто-то вообще Россию покинул. Лишь три семьи, вот эти шотландские, остались в категории, то есть, это мистеры, там, Паттерсон, Галловой и Брунтом, вот, в этом вот, иноземцево, да. Потому что миссия закрылась в 1835 году, и дальше уже, вот, ну, я же сказал, современным иноземцево стали уже только проживать немецкие переселенцы из Поволжья, и теперь уже, видимо, немецкое пиво для членов водяного общества они варили. То есть, как бы сменился, как бы, этнический состав. То есть, первая миссия была основана и колония шотландцами, они уехали. Туда со временем стали приезжать немцы из Поволжья, и так получилось, что они вообще остались единственными иноземцами в иноземцево. То есть, и вот, как-то так. Даже вытеснили шотландцев немножко, были там, насколько знаю, конфликты между самими шотландцами. Почему бы и нет, все люди, все человеки, и это вполне допустимо. То есть, вот такой, как бы, дополнительный рассказ, ну, то есть, о чем? Вот мы говорили о кабардинских казаках из разных мест, но вообще-то тема «Мирные черкесы». Ну, это как-то такое интересное дополнение, наверное, да, что, ну, как бы, мирные и воспитанники шотландской христианской миссии, да, из среды адыгов. Разумно. Вопрос остался, а кто остался-то? Есть ли сведения о тех пятигорских кабардинцев в той поры, и о той среде адыгов? Ну, я, сейчас, да, я, ну, я примерно понял. То есть, вот, они же жили вокруг этой миссии, жили кабардинцы. В Пятигорье были кабардинские аулы, там, перемешку с Ногайскими, то есть, вот эта вот, ну, территория была активно заселена кабардинцами. То есть, кто же был этими активно заселенными вокруг кабардинцами? Ну, конечно, времени у нас не очень много, мы только можем обозначить, направить какой-то там интерес в людях, значит, возбудить. Ну, вот смотрите, есть такие записки Степана Дмитриевича Нечаева, который в мае 1823 года побывал на Кавказе. Он посетил Пятигорье, Георгиевск, Моздок, Кизляр, Астрахань. Ну, тогда был такой модный популярный журнал, Московский Телеграф, он там опубликовал свою, как бы, ну, свои заметки, назвал он их так. Отрывки из путевых записок по юго-восточной России. И там есть кусочек о его воспоминаниях о поездке в кабардинский черкесский аул, который стоял у подножия горы Бештал. Ну, если интересно, как всегда, ссылка... На документ под видео. Ссылка будет. Итак, то есть, в соседних аулах он рядом с Карасом побывал. Естественно, что всю эту, как бы, кусочек мы читать не будем, но кое-что. Вот что пишет Нечаев. При подошве Бештовой горы, да, вот, кстати, правильно, Бештовой, да, Бештау, вот, Бештовой горы видны два аула мирных черкесов. Ну, все-таки же мы говорим о мирных черкесах, не только о черкесских казаках. Я имею случай быть в одном из их селений. У жены сосланного в Сибирь узденя Каспага. Опаньки. Мирной аул, но вот кто-то, видимо, что-то сделал не то. То есть, семья осталась, живет на месте, все имущество сохранено, ну, а сам глава семейства, как говорится, оказался в Сибири. Жилища как дворян, так и их подданных, ясырей. Ничто иное, как продолговатые, выбеленные внутри и снаружи мазанки, без потолка, без пола, без рам и без печи. Ну, то есть, понятно, чем столичный, московский, приехал, и вот это все, как говорится, кис-кисе, пурку-апа, и ничто это есть вообще такое воспринимал. Окны, окны, кстати, да, затворяются одним ставнем, ну, то есть, стекол нет, ну, то есть, днем открыли, дневной свет, а на ночь, там, раз, закрыли. Окны затворяются одним ставнем, а печи заменяет камин с большим шатром, из которого дым выходит через сплетенную из прути в трубу, всегда открытую, даже зимою. Кстати, вот вопрос, ну, если мы вспомним наш выпуск о Симпсоне, он такие очень красивые козырьки всегда рисовал на шапсукскими саклями. Ну, технически ничего сложного. Ну, ладно. Ну, в равниной местности, видимо, да, не было. Да, да, то есть, раз так написал, ну, наверное, не было. Ну, это не он один. В главной комнате сакли хранятся лучшие пожитки и посуда. Тут же, в переднем углу, обыкновенно стоят два дивана, равнодлинный, широкий, украшенный резьбой, весьма похожую на вычуры старинных русских мебелей. Ну, видимо, 17 век, там, еще до Петровской России, да. В жилищах ясырей не нашел я большой разницы от господских палат. Оба состояния немного отличаются и в одежде. Ну, это многие отмечают, вот эту вот несильную разницу в одежде и в жилищах кабардинской, и вообще чертесской знати, и, ну, скажем так, свободных общинников, и там, пшителей, крепостных, ну, да. Тем более, что, опять же, вот эта мужская мода носить такую пренебрежительно, такую вот, такую рваную, то есть, такую вот потасканную одежду, то есть, мужчина не должен гордиться вот этим вот щегольством во внешности своей, да. У их хозяев, заметишь, может быть, лишь больше опрятности. Ну, чище, аккуратнее, может быть, там, материал дороже одежды, не более. При посещении гостей хозяйка не смеет сесть перед ними, а если она молодая женщина, то и совсем не показывается. Девицам позволяется зато щеголять своим нарядом, ну, при гостях. Благодаря всему обычаю мы видели трех дочерей наказанного разбойника, Кокуну, Фатимату и Салимату. Ну, это, понятно, все через русский язык бескажем. Вот, из которых старшая отличалась необыкновенной обувью. Она стояла и ходила на деревянных скамейках, украшенных жестью. Ну, кто в теме, тот прекрасно понимает, о чем идет речь. Все зашиты в кожаные корсеты, придающие необычайную стройность стану. Затейливую сию шнуровку называют они хуншуба. Вот, я не знаю, потому что у западных черкесов можно было бы сказать пшаковтан. Ну, допустим, да. Хуншуба, тем более то ли корсет, то ли шнуровка. Это именно шнуровка, да. Ну, я не встречал, ну, может быть, какое-то... Такое специфическое слово. Да, сильно искаженное. Вот. И один супруг имеет право освободить кинжалом заключенные прелести из-под сего ига. Ну, то есть, стеснение. То есть, обычные, нормальные кабардинские черкесы, живущие привычным для них бытом, хозяйством и так далее. То есть, вот из какой среды вот эти вот шотландские миссионеры брали, ну, выкупали пленников или маленьких детей-сирот. Ну, и как бы они, конечно, планировали, что они в эту среду вернутся, но не случилось, не получилось. Вот. Ну, такое вот у нас дополнение к теме мирных черкесов на Центральном Кавказе, в кабардинской и абазинской среде. Все. Продолжение следует...